Приветствую вас. Начать мне хотелось бы с того, что вы не задаёте вопрос. Ну, то есть вы не спрашиваете ни о чём нас. Вы описываете свою ситуацию. Да, она тяжела. Да, всё понятно. Но вы не задаёте вопрос. Вы чего хотите вообще от психологов? Вы чего хотите? Вы просто говорите, помогите мне, меня это всё в роде, и я не в силах забыть о нём. Значит, если мы говорим о помощи вам, именно вам, то в первую очередь следует сказать, что проблематика ваша, именно ваша проблематика, она не в этом парне, который просто подчеркнул ваши определённые проблемы. Ваша проблематика, она в другом. Она в том, что ещё до знакомства с ним вы себя чуть не убили. И только с ним вы ожили, и с ним вы, получается, почувствовали вкус жизни. Возникает вопрос тогда. Коль это так, что мешает вам самой почувствовать себя счастливой без него, без человека. Почему вам нужен кто-то для того, чтобы почувствовать себя счастливой и так далее? Почему вам нужен кто-то, а своими собственными силами вы справиться, получается, не будете с тем, чтобы, ну, может быть, стать счастливой и так далее? Вот это вот, на мой взгляд, довольно-таки важный вопрос. Теперь, далее, или далее? Далее, ситуация заключается в том, что вы познакомились с мужчиной в интернете. Как вот вы говорите, вы познакомились с ним в интернете. Это, знаете ли, тоже очень важный момент. Почему вы познакомились с ним в интернете, и почему все так быстро завертелось у вас, как вы говорите. То есть, понимаете как, получается, что если вы знакомитесь с парнем в интернете, значит, с реальными людьми, вот именно реальными людьми, в реальной жизни, по реальным вещам, ну, каким-то аспектам, да, вы познакомиться не можете. И это, как бы, тоже вопрос. А почему так? Что вам мешает это делать? Какие блоки стоят на пути к тому, чтобы, например, ну, например, например, человек был бы для вас реальным? Не в интернете, как вот могло бы это быть, да? А реально. На мой взгляд, это тоже очень важный вопрос на самом-то деле. Почему вы знакомитесь только в интернете с молодыми людьми? Что вам заставляет знакомиться именно там, в интернете? Далее, следующий момент, который я хотел вам сказать, заключается в том, что парень ваш, он, очевидно, изначально использовал вас для того, чтобы ему было легче пережить расставание со своей девушкой. То есть, он, может быть, и хотел бы быть с вами, может быть, вы его интересуете даже как, ну, как женщина, как девушка, но из-за того факта, что у него есть другая женщина, и он с ней отношения еще не завершил до конца. И, что самое интересное, как мы с вами могли увидеть, он и не хотел завершать отношения в том, что она все время была, как бы, с ним, она все время была, как бы, незримой в ваших отношениях. Вот. Поскольку мы это видим, то Мэнн говорит о том, что мужчина действительно ничего серьезного с вами не планировал. И, значит, и ваша реакция, это реакция человека, который нуждается. Нуждаются в другом, потому что в нем самом, т.е. вас самой, нет необходимых ресурсов. Для того, чтобы чувствовать себя полноценно в жизни. А это значит, что человек вам нужен для своих потребностей. А это значит, что человек вам необходим, потому что без него вам плохо. Ну и, собственно говоря, именно эти причины заставляют вас так сильно переживать и не иметь, по сути, возможности его отпустить. И здесь я вам могу только, только лишь сказать о том, что эти ваши потребности, которые у вас имеются и которые необходимо, правильно и адекватно удовлетворять, эти потребности нужно, значит, реализовывать. Их нужно реализовывать правильно, но не через кого-то, понимаете, не через мужчин, не через любимых людей, не через то, что вы угрожаете там кому-то, да, и так далее. А именно, именно, вам необходимо, необходимо, возможно, я бы даже сказал, вы нуждаетесь в том, чтобы реализовывать свои потребности самостоятельно. Вот это вот является самым правильным. Вот. И, собственно говоря, так вот и необходимо вам действовать. То есть, помощь вам, помощь вам, это по сути дел работа еще с той вот вашей проблемой, которую вы чувствовали еще до того, как с ним. Поднакомиться. С мужчиной, я имею в виду. А то, что он вам кидал крючки и так далее, все это абсолютно ничего, ничего не значит. То есть, потому что, совершенно очевидно, что он мужчине вынужден, и он вас не отпустит вот так просто и быстро. И если это так, если он вас не отпустит так просто и быстро, то дело здесь не в вас, не в вас. А дело здесь, а дело здесь именно в нем. И вы ему нужны, и вопрос в том, готовы ли вы мириться с тем, что он будет вас так вот использовать, или вы хотите все-таки жить своей полноценной жизни. Хочу обратить внимание на то, что у вас есть симптомы психосоматики. То есть, вот, головные боли, значит, и физические боли, это психосоматика, психосоматикой занимается психотерапевт. Вам обязательно нужно пройти медицинское обследование, обязательно пройти медицинское обследование нужно. Вот, значит, с какой, опять же, целью, для чего? Медицинское обследование вам нужно пройти с целью исключить физиологические причины, физиологические причины вашего состояния. И дабы у вас были только чисто психологические. Потому что, вот, если у вас будут именно психологические только причины, то с ними может работать и психотерапевт, например, тоже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обязательно подумайте о том, почему вы нуждаетесь в человеке так сильно. Обязательно подумайте о том, почему вы настолько себя не любите, что мешает вам, точнее, себя любить. Настолько, чтобы понимать, в данном аспекте понимать, что человек, ваш мужчина, он просто вас использует и не более того. Что-то с вами происходит, это от нелюбви к себе и от неимения, неимения, по сути дела, неимения своего собственного личностного смысла. Того, что вы делаете. Потому что вот все, что вы говорите, да, что я хожу в театр, на тренировку, на работу и прочее, прочее, прочее. Вот, все это очень здорово, но вопрос в том, для чего вы туда ходите. По факту. Вот именно по факту. Для чего вы туда ходите, зачем, с какой целью. Что вам приветит, как он вас хватит. Потому что, если вы оживаете только при наличии вашей жизни другого человека, значит, он вас оформляет. Это не внушает уважение партнеру по отношению к вам. И это не делает вас более ценной для него. Я хочу, чтобы данный аспект вы обязательно учитывали. При решении, допустим, при решении выбрать психолога и работать с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!